В этом фильме мы рассмотрим еще одну гипотезу причин глобальной катастрофы 40-х годов 19 века, последствием которой стало покрытие всей поверхности нашей планеты достаточно толстым слоем той самой глины, засыпавшей первые этажи зданий по всему миру. Эта глобальная катастрофа вызвала и еще последствия, к которым можно отнести голод от колоссального сокращения сельхозугодий по всему миру. А еще очень важное последствие это затопление всех прибрежных городов на всех континентах. Это было не то мега цунами, стершая с лица земли античную цивилизацию на рубеже 17-18 веков, Но все же последствия этого затопления середины 19 века были грандиозными. И несколько десятилетий все те самые прибрежные портовые города во всем мире, примерно до 60-х годов 19 века, были под водой. Вода поднялась в этих городах на 3-4 метра выше сегодняшнего уровня. Потом конечно же вода ушла, но остались какие-то странные периодические приливы, поднимающие уровень океана на несколько метров. И продолжались эти приливы практически до начала 20 века. Их-то мы с вами и знаем, как те самые наводнения 1908 года в Питере и Москве, а также еще множество наводнений того времени по всему миру. А теперь все по порядку. Комета Биэлле. Обозначение 3D Биэлла. Потерянная на сегодняшний момент короткопериодическая комета. Открыл ее австрийский астроном-любитель Вильгельм фон Биэлла. Обратите внимание на слово любитель. Это явный след фальсификации. Из научного описания на сегодня изъяты сведения, кем был на самом деле этот Биэлла. Я думаю просто допотопным ученым и никаким не любителям. Открыта комета им в 1826 году. В момент прохождения перигея ее орбиты вокруг Солнца. И им же вычислена ее орбита. Вот такой вот любитель вычислил параметры орбиты кометы. Период обращения кометы вокруг Солнца оказался 6,6 юлианских года. Далее уже не любители конца 19-го начала 20-го веков отождествили эту комету с кометой, обнаруженной французским ученым Шарлем Месье в 1772 году. Хорошо не Шарлем Пьеро. Также ее отождествили с кометой Жан-Луи Пессона, которую он описал в 1805 году. А он такой же ученый, как тот Шарлем. А почему-то комета носит имя любителя, который ее открыл после двух ученых. Загадка. И еще одна загадка. Получается, что первое упоминание об этой комете датируется 1772 годом. Почему же ее раньше никто не находил? Сведения о кометах с точными расчетами их орбит известны аж 14-15 веков. Из работ таких ученых, как Галилей, Коперник, Буруни, Амар-Хаям, Насередин Туси. То есть гораздо раньше 1772 года множество так называемых средневековых ученых давно уже отследили все кометы и рассчитали их траектории. А тут новичок кометного мира, неизвестно откуда-то взявшийся в конце 18-го века. И тут очень серьезный вопрос. Откуда же действительно внезапно в 1772 году появилась вдруг эта комета Биэллы? А в 1846 году, очень близко к датам предположенного нами времени глобальной катастрофы 1842-1848 годов, произошло необычное астрономическое событие. По крайней мере на моей памяти вблизи нашей планеты такого в современное время не происходило. Комета вдруг внезапно разделилась на две части, которые разошлись к 1852 году на 2,8 миллиона километров. По их движению в начале 20 века даже оценили массу этой кометы. 4 умножить на 10 минус 7 степени массы Земли. По-моему об этом и писал Владимир Адаевский в своем фантастическом романе 4338 год. Из романа мы видим клочок информации о том, что астрономы на Земле вычислили опасное сближение с этой кометой. Ее ждали, а объединенная коалиция стран, в которой был даже Китай, нанесли по этой комете упреждающий удар. Интересно чем? Но, как теперь мы понимаем, кто-то просчитался. Или с расчетами параметров самой кометы, или с последствиями применения по ней вооружения. Ядро кометы они раскололи, получив фактически две кометы. И одна из них, видимо как и предполагалось, полетела дальше по орбите кометы Вьелла, дальше от Земли. Кто не знает, кометы вращаются по эллиптической орбите вокруг Солнца. Эти орбиты очень вытянутые и имеют апогей и перигей, точки максимального удаления и максимального приближения к Солнцу. При своем же движении кометы пересекают орбиты движения планет Солнечной системы вокруг нашего светила. А вот вторая часть, ее видимо притянуло гравитационное поле нашей планеты сразу, я лично думаю так. И она понеслась прямиком к Земле. По ней, видимо, продолжали стрелять, измельчая ее на мелкие обломки, превратив их в то облако, которое я описывал в случае падения Фаты. И это облако все же оказалось на орбите Земли. Но скорость кометы была очень большая. Она была выше первой космической скорости, той, которая позволяет объекту находиться на орбите нашей планеты. Поэтому самые крупные обломки от кометы Вьела столкнулись с нашей планетой сразу же. А более мелкие, тем же самым облаком, все-таки оказались на ее орбите и начали вращение. И так они вращались по орбите нашей планеты в районе трех лет, постепенно теряя инерцию и падая на поверхность. Свидетельство этих градобоев и камнебоев в течение трех лет, промежутки между 1843 и 1846 годами, очень хорошо показал Сергей Игнатенко. В своем фильме, я его неоднократно уже приводил, ссылку на него посмотрите под видео. Песком и плию именно, как я теперь понимаю, из кометного вещества засыпана Северная Африка. А пыль же, которой масса в кометном веществе, при смешении с влагой, образовавшейся от попадания в атмосферу льда из того же кометного вещества, и образовали ту самую глину, засыпавшую первые этажи. Этот процесс я очень хорошо описал в своем фильме «Тайна глины, засыпавшие города». Но тогда мной предполагался вариант падения спутника Фата, который имел гидросферу. Иначе привнесение лишней воды на нашу планету не объяснить. Но пойдем дальше. А еще обломки кометы горели в верхних слоях атмосферы. От трения с воздухом образовывались огромные температуры, и в кометном веществе сгорало все, что могло гореть. А все, что не сгорало, превращалось в ту самую пыль, которая смешивалась с водой, образуя глину, и песок, который был более тяжелым и заваливал территории планеты как раз под траекторией падения кометы. А вот при горении образовывался пепел, следы которого и обнаружили ученые в керне Алтайского ледника, и датировали они его 1842 годом. Это, конечно, не 1846 год. Момент разделения кометы на две части. Но забегая вперед, скажу, что все даты перепутаны поздними фальсификаторами. А для нас сегодня важно, что временная погрешность этих событий достаточно незначительная. Данные о пробах из Алтайского ледника, как я говорил в предыдущих своих фильмах, привел Алексей Кунгуров. Видео «Война 19 века» доказано. То есть пепла при горении образовывалось много. Он был еще мельче пыли. И образовывался более в верхних слоях атмосферы, чем те слои, где влага смешивалась с пылью и образовывалась глина. Потому пепел оседал достаточно долго. Глина упала раньше. Ну, песок, соответственно, еще раньше. Так вот, этот осевший на ледник пепел образовал отложения не только 1842 года, но еще и достаточно большие отложения 1906 года. Продолжим рассматривать комету Биеллы дальше. Я думаю, отчеты астрономов, попавшие в современные учебники о разделе «Ядра кометы» в 1852 году, просто сфальсифицированы. И сфальсифицированы они в конце 19-го, начале 20-го веков, в момент второго периода глобальной фальсификации истории науки и литературы. Рамки этого периода я уже пытался определить в предыдущих фильмах. Конец 70-х годов 19-го века до 20-30-х годов 20-го века. 1852 годом ученые датируют и последнее наблюдение этой кометы. Тут опять противоречие. Эти же ученые говорят, что 27 ноября 1872 года наблюдался метеорный дождь от распада первого обломка кометы, того улетевшего дальше по ее орбите. Мощность дождя была 3000 метеоров в час, а радиант находился в точке пересечения орбиты кометы с орбитой вращения Земли вокруг Солнца. В общем, ученые назвали этот метеорный дождь андромедидами Биэллы и однозначно связали с разрушением первой части этой кометы, произошедшей где-то в космосе. Причем как-то она странно разрушилась сама собой, как и в 1852 году при подлете к Земле, когда она раскололась на две части. Про вторую же часть кометы, кстати, данных-то нет. И я думаю, мое предположение о том, что вторая часть практически сразу после раскола в 1846 году и врезалась в Землю, далеко не беспочвенно. И на сегодняшний момент является единственным верным предположением. По-моему, это земляне, представители развитой межпотопной цивилизации, и разрушили саму комету в первоначальный период подлета к Земле, а также они разрушили и первую часть, отлетевшую на безопасное расстояние в 1872 году. Видимо, расчет орбиты был такой, что та первая часть, улетевшая дальше в космос, однозначно через период бы вернулась обратно к Земле и опять вызвала бы угрозу столкновения. Все это показывает то, что после глобальной катастрофы 40-х годов 19 века, технологический уровень цивилизации упал не сразу. Через 20 лет после катастрофы в 1872 году кто-то на Земле имел техническую возможность разрушить отлетевшую на достаточное расстояние от Земли часть кометы. Вопрос, кто же это был? По моему мнению, события 1848 года, когда комета развалилась на две части, в начальный период подлета, датировка керна Алтайского ледника 1842 годом, городобои в России 1843-1846 годов, это все одно и то же событие. И опыт выявления хронологических сдвигов в документах 19 века мы уже с вами имели. По крайней мере в фильме «Тайна Байкала раскрыта» я показал, как датировка Байкальского потопа разделилась в документах на два события. События 1862 года и события 1864 года. В одном описан Селингинский провал, а в другом Иркутский потоп. И оба этих явления, случившихся вроде как в разное время на разных берегах Байкала, не могли быть зафиксированы по одиночке. Это след одного явления. Остался вопрос, в каком же году действительно произошел Байкальский потоп? В 1962 или в 1964? Так же и здесь, в случае с кометой. Когда же упали основные ее части, вызвавшие глобальную катастрофу? Здесь мы имеем тот период, который я и говорил, 1842-1848 годы. В какой-то из этих годов и случился этот глобальный катаклизм. А так же в своем фильме «19 век. Хронологический сдвиг найден» я высказал гипотезу о реальных датировках некоторых событий 19 века. Таких как война с Наполеоном, жизнь и творчество Пушкина и Байрона, которые были поздними фальсификаторами как раз второго периода фальсификации, унесены из 30-50-х годов 19 века фактически в его второе десятилетие. Вернемся к комете. Куда же в период 1942-1948 годы упала большая часть этих обломков? По моему мнению, она упала в Северный Тибет, образовав пустыню Токламакан. Падение мелких единичных обломков с орбиты Земли продолжалось до начала 20 века. И скорее всего в 1906 или в 1908 году, в первом случае мы имеем свидетельство керна ледника, а во втором, в смысле восьмом году, свидетельство наводнений по всему миру, на нашу планету упал еще один большой кусок. Видимо, упала та самая первая часть кометы. Все-таки ее не добили в дальнем космосе. А опять, видимо, разделили и какая-то часть из нее превратилась в метеоры, которые тоже, кстати, упали на Землю. Почему-то ее раздолбали в момент пересечения, опять же, орбиты Земли. Или совсем считать не умели, или делали специально. Как можно было расстрелять комету далеко в космосе в 1872 году, вызвать метеорный поток, который пересечет земную орбиту. То есть они взорвали, а земля к этому месту потом подлетела, пока шел этот метеорный поток. Не от этих ли метеоров в 1871 году сгорели города Северной Америки? И мы знаем это как Пиштикский, Порт Гуроновский и Большой Чикагский пожары. А на Земле в это время Торговая Федерация, став Британской империей, захватила в 1848 году власть бывшей западной части Священной Римской империи, которую сегодня мы знаем как Франция. Эти события отразились как Французская революция 1848-1849 годов. Так из давнего врага Англии Франция вдруг стала фактически ее неотъемлемой частью. И дальше в истории всегда Франция была союзником Англии. В общем, в 1848 году и начинается британский викторианский захват мира. Начинается тот самый век Британии. Англия начала вести войны с остатками ослабленных после катастрофы прежних империй. По крайней мере, одну из этих империй, центра, откуда могло начаться возрождение старинного допотопного мирового порядка, Торговая Федерация уничтожила физически сразу же. И причем уничтожила так, что та даже не смогла дать отпора. Следы ядерных воронок мы на сегодня видим только на территории Урала, Западной Сибири, Поволжья и некоторых городов бывшей Российской империи. В Европе следов совершенно никаких нет. Там следы только применения оружия массового поражения первого глобального потопа 17-18 веков. Чтобы не резало слух о применении оружия массового поражения, я скажу одно. Ознакомьтесь с трудами огромного количества исследователей, и вы поймете, что воронки в Поволжье, Урале, Сибири являются действительно следами от воздушных ядерных взрывов. Конечно же на Земле еще множество различных воронок, имеющих совершенно разное опять же происхождение. Есть воронки от прорывов газа, есть воронки от падения тех же самых метеоритов. Но воронки от применения оружия массового поражения по характеристикам близкого к современному ядерному никуда не денешь. Они очень хорошо видны и укладываются в научные же описания именно этих воронок. Как я уже неоднократно говорил, по территории Российской империи, видимо самого близкого союзника Московской Тартарии, были нанесены удары по отдельным объектам инфраструктуры и промышленным городам. Ссылку под статью «Уничтожение Екатеринослава взрывом в 1785 году» я дам под видео. Единственное, я думаю, что этот взрыв датируется не 1785 годом, а реально он произошел в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века. Ну где-то до 1856 года. Этот год был окончанием той самой русско-турецкой войны, то есть противостояния между Российской империей и Англией с Францией. В 1856 году как раз все боевые действия между ними закончились и мир был разделен. Российской империей, по крайней мере, остались территории уничтоженной Московской Тартарии, а также свободной Тартарии в Средней Азии, территории Кавказа, ну и соответственно на тот момент пустующего, после еще первой катастрофы Дальнего Востока. Англия получила то, что она и получила, всю ее колониальную систему. Но британцы на этом не успокоились и к началу 20 века истребили и подчинили экономически все оставшиеся империи. Начали они с империи Великих Моголов, Японии, Турции. А к началу 20 века, развязав Первую мировую войну, они уничтожили и две сильных послепотопных империи, Германию и Россию. Хотя что с Германией, что с Россией, случилось видимо не то, что они рассчитывали. Германия стала фашистской и продержалась как империя до 1945 года, а Российскую империю в виде Советского Союза они додолбали только к 1990. Но отвлекемся от политики. Многие мне пишут, что песок в Сахаре окатанный, что является свидетельством того, что этот песок образовался на дне моря. А я думаю, что нет, песок окатался в верхних слоях атмосферы. От того же трения, процессы трения, что об воду, что об воздух, похожи. Только вот вода на дне моря это делает очень долго. А породы, летящие с орбиты на огромных скоростях, нагреваются и от трения с воздухом очень быстро принимают окатанный вид. А также в песке Сахары нет никаких морских отложений, тех самых осадочных пород, примеси песка. Настолько чистый песок, прямо как в песочных часах. Где-то в районе лишь береговой линии есть вкрапления каких-то ракушек. Но их реально туда занесла волна. Причем волна от волнения моря в середине 19 века. Не те самые волны цунами, которые образовались на рубеже 17-18 веков, той первой катастрофы. А в середине 19 века море волновалось достаточно сильно. Огромные массы космического происхождения упали и в океаны. То есть шторм был не на шутку. И еще замечу, что есть веские основания полагать, что до середины 19 века север Африки пустыней не был. А весь сегодняшний песок Сахары прилетел сверху и засыпал Африку на рубеже 40-50-х годов 19 века. А вот что есть еще в песках той самой северной Африки и называется это ливийское стекло. Это стекло разбросано практически по всем пескам Сахары. Оно реально образовалось в верхних слоях атмосферы при высоких температурах. Это просто остекленели некоторые скопления того же самого песка. От температуры превратились в стекло, опять же дальше окатались при падении из атмосферы об воздух, получили причудливые формы и до сих пор валяются по всей фактически африканской пустыне. Хотя многие говорят, что это стекло образовалось от взрыва огромной мощности, оставившего след в той же Северной Африке, который мы сегодня знаем как глаз Сахары. А я думаю, что воронка вот от этого взрыва образовалась в первую планетарную катастрофу 17-18 веков. И на сегодняшний момент этот кратер частично засыпан тем самым упавшим в 19 веке песком. Но это пока предположение. Я думаю, когда-нибудь мы окажемся у этого глаза Сахары и посмотрим все воочию. Хотя с фотографий четко видно, что это именно песок, накрывший более твердый грунт, который и имеет очертания кратера под собой, как те самые крепости звезды. Якобы земляные валы, но если покопать, там будут остатки каменных стен. А валы их прикрыли и они теперь как будто бы из земли. Так же и глаз Сахары. Он проявляется с более твердого грунта через привнесенный сверху песок. Что же случилось в 1906 или в 1908 годах? В первом из них упал Тунгусский метеорит, а во втором были зафиксированы сильнейшие наводнения по всему миру. Это мы будем рассматривать в следующих своих исследованиях. А пока вернемся к гипотезе планетарной катастрофы середины 19 века. Я делаю вывод из того, что сейчас рассказал. Теперь мы имеем три рабочие гипотезы, причин вызвавших глобальную катастрофу середины 19 века. Первая. Это сошел с орбиты один из двух оставшихся после первой планетарной катастрофы 17-18 веков естественный спутник Земли Фата. Вторая гипотеза. Комета Биеллы, ударившись одним из двух обломков, на которые ее раскололи, в тот же естественный спутник Фата, вызвал его разрушение, превращение что остатков кометы, что того спутника в облако, которое вращалось по орбите Земли и постепенно падало. Но падало, как мы уже с вами говорили, фактически до начала 20 века. А максимальные пики падения огромных масс были как раз таки в рассчитанный нами период времени 1842-1948 годы и второй период 1906-1908 годы. А именно в 1906-1908 годах долетел до Земли первый обломок кометы, улетевший в космос после ее раскола и недобитый вооружением, примененным Земли. И третья гипотеза. Спутника на орбите Земли на момент средины 19 века уже не было, был один месяц. И скорее всего в первый потоп 17-18 веков Фата и упала. А Леля, получается, была уничтожена Даджбогом еще раньше. В потоп, который уничтожил цивилизацию, жившую на Земле, до античной. Получается, глобальную катастрофу середины 19 века вызвала только комета Биеллы. Но все эти версии все равно имеют космическое происхождение. И поражающие факторы, что падение спутника, что кометы, совершенно идентичны. Теперь для скептиков. В своих ранних исследованиях в фильме Фата я предположил падение в середине 19 века именно ее обломков. А главное то, что они были измельчены на орбите. И, видимо, людьми, с учетом последствий предыдущей катастрофы 17-18 веков, где на планету упало несколько достаточно крупных обломков, вызвавших прецессию оси вращения Земли, глобальный потоп из-за проворота литосферы относительно гидросферы, и огромные тектонические изменения, которые повлекли за собой практически гибель всей территории востока и северо-востока нынешнего континента Евразия. И, видимо, учитывая эти последствия, земляне попытались как можно сильнее раздробить тот объект, который грозил падением в середине 19 века. В общем, что при падении спутника, что при падении кометы, видно одно, что люди все-таки извлекли уроки из предыдущей катастрофы 17-18 веков и постарались смягчить удар. Как я уже неоднократно говорил, мои исследования – это лишь пока гипотезы и предположения. И я эти исследования провожу, делясь с вами всеми ими. До окончательной модели событий, которые вызвали две глобальные катастрофы, а может быть и не две, еще очень далеко. А пока мы в процессе своего пути получаем все больше новых данных. И вот из произведений писателей-фантастов второй половины 19-го – начала 20-го веков мы получили информацию о комете. Узнали, что люди межпотопной цивилизации рассчитали эту катастрофу, а их технологический уровень позволял эту комету перенаправить взрывами, то есть расстрелять. Эту информацию мы проверили через источники официальной науки, из которых поняли, что комета имеет уникальные, только ей присущие информационные характеристики. В 1848 году она ни с того ни с сего вдруг развалилась на две части. Такого мы не слышали ни о каких других кометах. Первая из этих частей продолжила свой путь по ее орбите вокруг Солнца. А потом вдруг тоже от чего-то внезапно взорвалась. Про вторую часть кометы информации нет, кроме того, что она якобы отлетела на 2 миллиона километров от первой. И больше ни первую, ни вторую часть кометы никто не видел. Только в 1872 году зафиксировали от первой части отлетевший метеорный поток. Какая из трех версий верна, пока сказать достаточно тяжело. Может быть, все-таки это была Айфата. Но мое мнение все-таки склоняется к третьей версии. В середине 19 века катастрофу вызвала только комета Биеллы. Итак, основные тезисы этого фильма. В 1848 году при сближении комета Биеллы была атакована с Земли. Ее раскололи на две части. Вторая часть упала на поверхность нашей планеты несколькими большими обломками и множеством более мелких. След от самого большого обломка это пустыня Токламакан в Северном Тибете. Также довольно большой, но поменьше обломок оставил след в Красном море. Протяженность падения всех обломков от пустыни Токламакан на запад до Атлантического побережья Африки. Кстати, озеро Виктория это тоже след, видимо, от не очень большого обломка этой второй части кометы. Как многие знают, озеро Виктория образовалось как раз-таки в середине 19 века, судя по картам Африки. А вот первая часть кометы полетела дальше по ее орбите вокруг Солнца. Но из-за потери массы эта самая орбита кометы первоначальная очень изменилась. Как она изменилась, остается только угадывать. В 1872 году первый обломок в районе пересечения с орбитой Земли опять взрывается. И теперь часть того первого обломка рассыпается на метеоритный поток. И этот метеоритный поток опять сталкивается с Землей. Это событие с хронологическими сдвигами на планете получило отражение в событиях пожаров городов Северной Америки, типа того Чикагского пожара. Все это свидетельствует о том, что земляне не могли расстреливать комету в далеком космосе. А сделали они это при сближении движения кометы по своей орбите с движением Земли по своей орбите вокруг Солнца. То есть во второй узловой точке. Видимо, рассчитывая эту атаку, земляне сильно рисковали. Но выхода у них не было. Но как мы дальше поймем, на орбите кометы опять осталась часть этого первого куска. Все это нам хорошо показывают лондонские приливы, которые позволили спустить на воду кабелеукладчик Левиафан в 1858 году. Как я уже говорил в своих предыдущих фильмах, корпус Левиафана валялся в центре Лондона, выброшенный, видимо, туда волнами, вызванными глобальной катастрофой середины 19 века. В 40-е годы его выбросило. Приведу описание этих приливов в статьях «Жизнь лондонца в 19 веке» и вторая статья «Гипотеза о событиях, запускающих смену полюсов». В этих статьях авторы четко делают выводы, о феноменах огромных приливов в Лондоне во второй половине 19 века. Таких приливов, по крайней мере, с начала 20 века никто не наблюдал. А отсутствие четкого описания периодов этих приливов говорит лишь о том, что они были непостоянными. По-моему, их вызывало небесное тело, вращающееся недалеко от Земли, и скорее всего, по затухающей орбите, сокращающейся амплитудой параметров вращения. То есть, гравитация, притяжение водных масс Земли от этого куска летающего в ее окрестностях и вызывали подъем воды Мирового океана. Это и был тот кусок, оставшийся после атаки на первую часть кометы в 1872 году. Он стал заметно меньше, чем комета, и земная гравитация стала его притягивать. Столкнулся же он с нашей планетой, по моей гипотезе, как раз в период 1906-1908 годов. Все это очень хорошо показывает вот эта вот анимация. Примерно таким же было и падение второго куска 1848 года, только его движение было меньше амплитуды. Вот это вот столкновение с ним и вызвало глобальную катастрофу 1842-1843 годов. А обломки еще летали три года, вызывая эти самые градобои. Но вернемся к 1906-1908 годам. Сведения об этом нам известны как падение Тунгусского метеорита в 1908 году и наводнение по всему миру в 1906 году. Тут надо понимать, что метеоритный поток от кометы 1872 года и пожары в Чикаго 1871 года это одно и то же событие. А наводнение 1906 года и Тунгусский метеорит 1908 года это тоже одно и то же событие. Все исторические сведения подвергались поздней правке, потому даты их так и разбросаны. Но с математической точки зрения они попадают в определенные короткие периоды погрешности. Хотя некоторые эти события удалены аж на несколько десятилетий назад. Но вот в случае с кометой погрешности составляют просто несколько лет. 2, 3, 5. Потому уши реальных событий торчат из их описания официальной наукой. Автор статьи гипотеза о событиях, запускающих смену полюсов, удивляется тому, что на земле были люди, умеющие предсказывать эти якобы стихийные приливы в Лондоне. Так они предсказали прилив 31 января 1858 года и команда, которая спускала на воду Левиафан, подготовилась к этому приливу. После нескольких неудачных операций по спуску его в Темзу наконец-то удалась благодаря предсказанному приливу. Еще раз повторюсь, по моей гипотезе, сам этот корпус Левиафана был выброшен на берег в момент падения второго куска, то есть 40-е годы 19 века, в период 42-го по 48-й, в ту самую глобальную катастрофу. Видимо, тогда части упавшего небесного тела упали и в океаны, вызвав огромные шторма, но это не те мегацунами, которые происходили в потоп 17-го 18-го веков. Там они происходили из-за проворота гидросферы относительно литосферы вследствие прецессии. Так что удивляться тому, чему удивляется автор статьи, я думаю, нечего. Тот крутящийся вокруг земли обломок все хорошо видели и могли рассчитать траекторию его затухания, а следовательно и периоды его максимального сближения с землей, вызывающие приливы. К этому хочу добавить еще одно предположение. Первый обломок, отколовшийся в 1848 году, не полетел по орбите кометы вокруг Солнца, а сразу попал на дальнюю орбиту Земли и стал постепенно притягиваться. Но здесь надо еще о многом думать. Либо этот первый кусок атаковали при повторном пересечении орбиты Земли в 1872 году, или этот первый кусок, потеряв массу, сразу стал вращаться вокруг нового центра притяжения Земли по той затухающей спиралевидной орбите до окончания столкновения в 1906 восьмом годах. А стреляли в него в 1872 году, когда он уже находился на той орбите вокруг Земли затухающей. А вот описание из чего же состоит комета и что же могло вызвать грязь. Сквозь которое просматривается подкорковое вещество, состоящее в основном из водяного льда с вкраплениями темных пылинок. Поскольку ядро кометы вращается вокруг своей оси с периодом в несколько суток, этот лед под влиянием солнечного ветра испаряется и превращается в газ, который, вылетая из ядра, захватывает с собой пылевые частицы. Именно это ядро похожее на небольшой грязный айсберг поставляло весь газ и пыль образовавшая необъятную атмосферу и хвост кометы. В сороковые годы девятнадцатого века как следствие глобальной катастрофы в принципе механизм тот же что я и показывал в своем фильме Тайна глины засыпавшей города отличается только источник в космосе. Первоначально я предполагал что это была фата но теперь на основе дальнейшего развития своих гипотез я вижу что это все таки была комета Биэлы так что я думаю падение фаты можно передвинуть на момент первой катастрофы 1700 года уничтожившей ту античную цивилизацию это была не Леля но теперь у нас появляется еще один важный вопрос когда же даже бог уничтожил эту самую Лелю с поселившимися на ней кощеями и теперь все это нам дает почву к исследованию самой первой катастрофы которая видимо случилась на эпоху раньше чем катастрофа 1700 года погубившая античную цивилизацию то есть скорее всего Леля упала до начала развития на нашей планете той античной цивилизации и погубила она мегалитическую когда это было пока сказать тяжело но мы будем собирать все данные которые нам укажут на то самое первое падение Лели сейчас многие скептики возбудятся и начнут писать в комментариях о том что и катастрофу 1700 года тоже вызвала комета а Леля и Фата упали 111 тысяч и 13 тысяч лет соответственно скажу лишь одно что следы на поверхности нашей планеты от катастрофы рубежа 17-18 веков то есть того ориентировочно 1700 года гораздо серьезнее мы видим следы более 5 огромных обломков практически на протяжении от северного до южного полюсов под одной орбитальной траекторией правда с разлетом этих обломков от точки взрыва а это уже не район падения в 5000 километров как от кометы Биеллы от Токламакана до Сахары это половина окружности Земли то что упало реально было орбитальным объектом и все-таки слово оставшееся в русском языке такое как фатально не очень далеко ушло во времени от нас по крайней мере в 19 веке его широко применяли как раз таки в посткатастрофный период после второй катастрофы но я теперь думаю что они просто вспоминали катастрофу 1700 года падения Фаты и образно связывали ту катастрофу погубившую античный мир с катастрофой середины 19 века случившихся на их глазах Афата действительно упала видимо на рубеже 17-18 веков уничтожив центр прошлого мира и до неузнаваемости изменив очертания континента который мы сегодня называем Евразия на его востоке и северо-востоке также эта катастрофа полностью изменила очертания островов Японии Сахалина Филиппин уничтожила растительность в Австралии отделила Антарктиду от Южной Америки наклонила земную ось вызвав мега цунами пронесшиеся практически по всем материкам с севера в отличие от последствий той планетарной катастрофы комета в середине 19 века вызвала всего лишь грязь и шторм будем искать теперь Лелю и время ее падения в заключении скажу еще одну важную информацию и важна она для понимания последствий и механизма катастрофы середины 19 века как я уже говорил в начале фильма появились данные о том что уровень Черного моря с 40-х годов 19-го того же века до 60-х годов этого же века превышал нынешний уровень Черного моря на 4 метра и эта вода реально спала только к концу 60-х годов того же века так как Черное море уже сообщалось с водами Мирового океана поднятие на 4 метра по закону сообщающихся сосудов не могло произойти только в Черном море отсюда можно сделать вывод что на 4 метра были затоплены все прибрежные города на всех континентах по крайней мере для меня теперь понятно откуда безлюдные фотографии Питера 60-х 70-х годов того же 19 века с улицами покрытыми грязью просто долго улицы Питера находились на дне образовавшегося водоема соответственно туда и падала грязь так вот все это так и занесло и отсюда вывод что в затопленной части Питера никто не жил а в 60-е 70-е годы 19 века Питер начали заселять заново вопрос тем кто смотрит мой канал давайте все вместе попробуем найти свидетельство того что в 50-е 60-е 70-е года 19 века царский двор Российской империи находился в каком-то другом городе предположительно в Москве и вообще какие у нас свидетельства о событиях в Питере есть за этот период времени реально из очевидных выводов которые мы с вами сделали в городе затопленном на 4 метра в течение нескольких десятилетий жить однозначно невозможно кстати тут же вам и ответ на вопрос откуда в центре Сан-Франциско взялись корабли шторм их выбросил на тот новый обрез воды который появился вследствие поднятия уровня мирового океана в 40-е годы 19 века в момент катастрофы ну однозначно они там сели на мель потом когда вода сошла на эти же 4 метра корабли остались в центре города в принципе то же самое что произошло и с Левиафаном и отступив вода оставила все эти суда стоять посреди но по мере отступления уровня мирового океана скорее всего вода просто смерзалась в шапках полюсов ну и соответственно в Гренландии климат стал холоднее еще происходили эти супер приливы периодически поднимая уровень воды в этих прибрежных городах опять на какие-то 1, 2 или даже 3 метра отсюда и свидетельство многочисленных наводнений всю вторую половину 19 века и начала 20 они фактически закончились скорее всего событиями которые мы и знаем как наводнение 1906 года падения Тунгусского метеорита 1908 года но с этим надо еще разбираться по крайней мере в Питере наводнения продолжались достаточно долго видимо изменилась какая-то гидрология как раз таки того региона Востока Балтики и Питер подвергался наводнениям даже в современное время пока не построили дамбу в Кронштадте но это были уже события только Питера в общем у нас теперь очень много вопросов какой же уровень мирового океана был до второго потопа середины 19 века почему уровень воды поднялся на 4 метра а потом спал до современной точки насколько эта современная точка соответствует опять же уровню мирового океана до катастрофы и что же произошло с климатом нашей планеты после падения на нее кометы Биэла во второй половине 19 века а на сегодня все ставьте лайки оставляйте комментарии до следующих встреч мирового океана до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...